Январь, зима непредсказуема. Декорацию рождественского еще не убирают. Некоторые оставляют, хотя многие уже отключили. Вот такое утро, доброе утро всем. Вот такая зима у нас в Америке. Туман, 8 градусов тепла и собирается на летнюю рыбалку. Да, надо удочки расставать. То есть зимний приготовил. Друзья, вы на канале Индересен Лайф. С вами Наташа и Юра Детройта. Сегодня Америка в тумане. Едем по делам. Как и все американцы, после праздников нужно заехать в магазин, сдать некоторые подарки, которые не нравятся. И заехать в магазин, что-то купить. В туман можно идти по грибы или по снежинке. По снежинке, ну грибы как грибы, но по снежинке точно уже, наверное, есть в лесу. Упаковали так в коробочку. Завезу илонки. Булочки испеклись. 7 минут пекла их. Печенье испеклось. Праздники закончились. За бензином. Очереди. Что делается в Америке? Не как машинами заправить. Очереди длинные. Народ весь за бензином рвется. Наверное, цена будет подниматься. А цены на бензин немножко поднялись. На 10-12 центов где-то. Цена на рекордекс заправка уже поднялась. 3,39 за галлон. Это 80 центов. За литр. Да. Подъезжаем. Гринхаус. Зеленый дом, где продают марихуану. В Мичигане это легализовано. Да. Прискорбно. Что поделать в такое время. То туман, то уже мокрый снежок. Консервативная старая Америка. Одноэтажная. Проехали полкилометра. Две церкви было. Америка консервативная. Это маленькие городишки. Каждое воскресенье или субботу Семья из четырех, пяти, шести человек собирается в церковь. А вот снова церковь. Третья уже. Вот такая настоящая Америка. И вот снова церковь. Вот какие красивые апартменты построили за полтора года. Две недели назад высадили вот эти елочки. В Америке сажают зимой деревья. Видите, такие многоэтажные апартменты. В Америке чтят память умерших родственников. Так что традиция здесь есть. И уважение к своим родным. В Америке на Рождество всегда приходят к умершим. Крашают могилы, покупают венки. Светят свечи. У нас весна. Зеленая трава. Январь. Хоть несколько дней было со снегом и морозом. На Рождество. Не знаю, наверное, в конце января будет только снег. Тепло. 5 градусов тепла. Вот вам и январь. Трава зеленая, зеленая. Будем печь сахарное печенье, а также булочки синнабон с корицей. Это готовые уже заготовки. Только открываешь и пекешь. И здесь в печенье также готовое тесто. И даже порционно разрезано. Будем печь. Удобно и легко раскрывается. Снимаем эту бумажку. По кругу поколки. И здесь нажимаем. Все. Коробка растрескалась. Тесто готовое. Здесь сразу в лоточке есть пудровая масса, которая покрывает кремовая масса. И готовые булочки только выставляем. Как легко и просто. Восемь таких булочек. К булочкам поставим сразу печенье. На один противень. Вытаскиваем печенье. Вот. Готово. Порционно порезано. Его даже ничего не нужно делать. Потому что, когда оно будет печься, при горячей температуре оно растечется до определенной формы. Выставляем. И в духовку. Вот разложила все вместе. Булочки нужно выпекать 6 минут. А печенье 15. Я булочки вытащу раньше. А потом допеку печенье. В духовку на 180 градусов. Как легко все. Булочки испеклись. 7 минут пекла их. Сейчас глазурью. Помадкой. Покрою их. Помадку нужно немножко разогреть. И сейчас помажем. Синабоны. Печенье испеклось. От синабонов осталась глазурь. Я покрыла печенье глазурью. И посыпала присыпкой. В рождественских тонах. Зеленой, красной и белой. И вот рождественское печенье готово. За 15 минут. Будем печь капкейки. Из заготовок. Американские заготовки. Для выпечки. Можно испечь не только капкейки. Но и маффины. Маффины это тоже что капкейки. Только побольше размером. И можно испечь панкейки. Наши блинчики. Капкейки будут с кусочками малины. Приступаем. Что нужно. Это заготовка и добавляем только яйца и молоко. Готовим. На эту упаковку. На эту упаковку. Нужно добавить одно яйцо и одну четвертую стакана молока. Размешать. Разогреть духовку 200 градусов. И печь 13-15 минут. Готовим. Капкейки буду печь на трех порциях. Разбили три яйца. Стакан молока. Нужно три четвертых. Стакан взяла. Посмотрю. Немножко оставлю. И взяла такой готовый крем для украшения капкейков. Шоколадный крем. Перемешиваем тесто. Даем возможность дружиться яйцам. Муке. Кусочком малины и молоке. Тесто уже замесила. Сейчас будем выкладывать форму для капкейков. И только когда мешала, увидела, что за черные ягодки. Оказывается, у меня две упаковки с малиной, а одна с голубикой. Блубери. Ну что ж, классно. Будет микс ягод. Рекомендую наливать тесто три четвертых чашечки. Но я люблю под верх. Тогда капкейк получается с такой шапочкой. Разогреваем духовку до 200 градусов Цельсия и на 13 минут. Капкейки уже готовы. Сейчас остынут. Я их украшу шоколадной начинкой. Ой, какие вкусненькие. Вот я люблю, когда вот такие шапочки сверху. Украшаем капкейки шоколадной помадкой. Упаковала в коробочку капкейки. Отвезу илонки с Алией Володей. К ним приехал брат двоюродный. Они также приехали к гуманитарному паролю и живут в Агаю. У них двое детей. Вот нарадуется. Вкусняшки такие вот. Капкейки готовы. Украсили и запаковали в коробочку. Вот как строят американские совдовижены. Сначала дорогу, а потом дома. Сначала делают озера, высаживают деревья, благоустраивают. А после этого строят. Вот она из уголяных артизаторов выпустила. Украши из может гатти.